Всем привет, меня зовут Сергей, и ребята, у нас с вами финальная серия по Визину, опять. Да, скорее всего, она названа Перезалив, но это не Перезалив, это Перепрохождение. Собственно, кто смотрел предыдущую серию, то знает, почему мне пришлось его перепройти. Но, кто не смотрел, тот посмотрите, там тоже было довольно забавно. А так, мы за эту серию однозначно тоже дойдем до финала. Начинается у нас этот момент... Вот она, решетка опустилась. То есть, начинается у нас этот момент с окончания 18-й... Ой, куда я стреляю? С окончания 18-й серии сейчас все будет очень быстро, потому что, когда я перепроходил игру, я, во-первых, выбрал легкий уровень сложности, а, во-вторых, тут уже все прокаченные перки и все прочее. Да-да-да-да-да, какой ты грозный, какой ты страшный. Ну да-да, они же бронированные. Ну-ка, я не туда попаду. Если я туда попадаю, я там, конечно, что-то вроде как тихо. Стой-стой-стой, погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди. Эть! Упал. Если я попадаю ему прямо сверху там над башкой, вроде как его откидывает, но урона не наносит. Но все равно у нас сейчас есть концентрация! Да ладно! Мужик, я же тебе попал! Ой! Хрена его там захреначила. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Эть! Да, покажи голову! Молодец! Хорошо. Сейчас реально все будет фееричнейше быстро. Во всяком случае, убийство этих тварей. Так, висишь? Виси. Не знаю, зачем я включил замедление, но вдруг он убежал бы? Кто это сказал? Вот, я... Тихо! Я так и не понял, как попасть сюда, и можно ли вообще сюда как-либо попасть. Топоры забирать не буду, потому что у меня даже патроны уже не влезают. Перепроходить эту игру на легком уровне сложности, это вообще просто капец. Ничего проще быть не может. Так, 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 так. Вот здесь еще одна дверь. Да, 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 там кто-то что-то переедет. Здорово, мужик! Отдыхай! Нет. А вот так? Вот тогда. Вот, вот туда-то как попасть? Хотя туда, может быть, попасть и нельзя, но тут явно у меня такое ощущение, что при разработке игры здесь делали место какое-то, как будто здесь можно было бы вообще пройти, но его потом взяли и решили то ли отменить возможность туда прохода, то ли еще чего-то. Ну, в общем, забаррикадировали все нафиг и послаем всех желающих куда подальше. Ну и ладно, значит, мы туда не пойдем. Патроны для дробовика я возьму, это мне не надо, потому что это проход назад. Здесь у меня уже патроны не влезают. Так, дай-ка посмотрю. 3.16. Буду пока что оперировать пистолетом, потому что это очень удобно. Это очень удобно. Угу, хорошо, этот готов. Так, мужик, давай сразу с тобой. Эть! Умер? Нихера не умер. Слэш. Вот, другое дело. Совсем другое дело. Так, этот у нас не встает, я и так помню. Касаемо Торрес, хотел сказать. Ее все так жалели, когда она ласт это склеила, а я когда перепроходил, оказывается, я там не все диалоги потыркал. После того, как она помирает, там можно поговорить с Хоффман. Сразу, практически. И Хоффман, знаете, что выдает-то про Торрес? Хоффман говорит, что... Так, у тебя там шлем. Нет, у него нет шлема. А Хоффман говорит, что Торрес как раз выполняла ту миссию. Именно она сперла Лили, и именно она сожгла дом костыля. И все то, что она потом делала, она точно так же пыталась исправить свои ошибки. То есть, вот она какая, Торреста, на самом деле. Это она мелкую сперла. Тут вообще, по-моему, практически все персонажи какие-то такие, внезапно одумавшиеся. Так, сейчас тварь полезут, я помню. Да-да-да. И... Р-р-р-р-раз. Ну, почти все. Во всяком случае, все положительные персонажи, это такие какие-то все внезапно одумавшиеся, решили вдруг исправить свои ошибки. Здорово, чухня! Вставай! Ты все? Да, вроде как отмучивалась. Хорошо. Так, сейчас еще вылезет. Иди-ка сюда! Дрожайший! А-та-та-та-та-та-та! Нормально я ему там выпустил. Хорошо. Комзумир! Ну, быстрее, может, нет? Ладно. Блин, вот их плющик-то. Вообще просто жестяк. Так, все. А-тя-тя-тя-тя, погоди, погоди, погоди! Я перезаряжаюсь! Ну, так нечестно нападать, когда я перезаряжаюсь. Вот. Совсем другое дело. Хотя, нафига я собираю этот аспирин? Я не буду особо заморачиваться на сбор аспирина, потому что я улучшил уже все, что хотел улучшить. Все эти болты и все прочее. Патроны, если где-то запалю, вот патрончики я собирать буду, а аспирин нафиг. Он мне уже просто не нужен, поэтому мы просто бежим мимо. Да, и... О, привет. Я в последний раз предлагаю тебе перейти на сторону. Я в последний раз предлагаю тебе идти в задницу. Значит, ты не всегда останешься в своем изуродованном сознании. Да-да, я устал, я сижу. Я не буду с тобой торговаться, друг. Здравствуй, зеркальце. А, ну и сейчас все равно. Я же поулучшаться-то поулучшался, но... Надо же вам сейчас показать, чего я где как куда поулучшал. Заодно, возможно, сейчас потрачу порох на обратном пути. У меня взят теперь охренительно удобный перк. А вот действительно охренительно удобный. Сейчас покажу. Здорово, Танюх, иди садись быстренько. Ты что-то неси с собой. Ключ? Отлично. Ты что, это вдруг? Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот ключ попроще, но тоже полезный. Прикольно. Я во время... Не бойтесь. Открывайте. Да-да, я во время этого перепрохождения даже еще ни разу в шкачки ты не заглянул, оказывается. Ну, давай-ка, Танюха, раскукожим этот. Посмотрим, что здесь лежит шприц. Красивый такой блестящий шприц. Аптечка. У меня их... А, нет, у меня их максимум. А, погоди, Танюх, покажи, что мы там получали. Вот она со своим ключом-то. Во-первых, здоровье у меня тут все взято просто на максимум. Стойкость, живучесть, запас 200%, регенерация тоже. Здесь есть как бы все. Бой. Вот, тут есть охренительно удобный перк, но концентрация это мы уже видели. Град пуль. В течение определенного времени при стрельбе урон от каждого последующего попадания увеличивается. Эффект прерывается, когда заканчивается время или боеприпасы. Эта хрень настакивает мне урон. Причем так мощно боссы упаковываются просто на раз. Но кто предыдущую серию опять же смотрел, тот видел. Но все остальное уже не так интересно. Скрытность у меня не докачана. 82 тысячи геля. Гель у меня остался. Мне его, во-первых, дали 40 тысяч за предыдущее прохождение. Во-вторых, он у меня остался, когда я начал эту новую игру. Гель остался, оружие осталось. Вообще все осталось. То есть я начал уже таким богатым, зажиратым. Ну-ка, поехали. Создание предметов. Сколько там пороха? Пороха 50. А, патроны для штурмовой не хочу. Огнеметы не хочу. Пистолетные хочу. Погоди, 25. Сделать на максимум сразу. У меня все остальное, в принципе, есть. Это есть, это есть, это есть. Да, поехали. Гулять-то гулять. Гуляем на всех. Хорошо, улучшать оружие я тоже не буду. А, нет, погоди, буду. Детали оружия, 1395. Когда я тогда еще проходил, я же копил. Копил, копил же я же. Вот сюда, сюда. Гарпунный болт. Вот оно, 700 деталей. Я, наконец-то, накопил. 695 деталей опять у меня есть. И гарпунный болт у нас на максимум. 320 урон. Ну, поехали, что бы и нет. Особые детали одна. Ага. Ну, здесь требуется косарь. Ладно, подождем. Если успеем, улучшим. Не успеем, не улучшим. Навряд ли оно нам вообще понадобится. Поехали. Поехали. Прошлый раз, прошлая серия, прошлая проходка с... Это самое. С момента окончания 18 серии. Я дал тебе шанс, помочь мне. Ты отказался. И у меня теперь нет выбора. Я разрушу этот мир. Да я-то, блядь, до 3 рубля. Поняли? Я убью ее на глазах у твоей дочери. А дочь будет мучиться в моих руках, пока я использую ее силу. Я убью тебя раньше. Почему ты думаешь, что на этот раз что-то изменится? Я не успокоюсь, пока один из нас не умрет. Иди, говорит, сюда. Да иду я, иду. Не переживай. Это я с собой возьму. Все вроде как ничего-ничего. Да, в этот раз... А, в этот раз у меня есть огнемет. Все в порядке. Меня спрашивали, почему я не использовал огнемет на том злом молочнике-то. Когда я... Ой. Зачем? А, погоди, тут же какой-то сигнал, да? Нет. Что-то я перепутал. Шприцов максимум, шприцы мне не надо. Ладно, я не буду пока что ничего говорить насчет злого молочника, чтобы не спойлерить тому, кто еще не смотрел. Когда мы до него дойдем, тогда уже и скажу. Если не забуду. Если забуду, напомните мне, там какая-то хрень лежит. Я не буду ее брать, я ничего не буду брать. Пойдем. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ты не спас меня. Опять 25. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Обломчик вышел. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину не исчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Ну что ж, пошла жара. Ты все помнишь. Костыль. Ну не время стоять. Ну серьезно, ну костыль. Вот, другое дело. Почему-то наш этот супер страшный сектант не придумал ничего лучше, кроме как закидать нас с боссами из первой части. Ну почему бы и нет. Один раз мы их по кругу пустили, пустим и второй раз. Что? Ну с меня хватит. Не в этот раз. Думаешь, меня это остановит? А если я пойду назад? А, я жму кнопку назад, а костыль все равно идет вперед. Ну окей, поехали. Хорошо, ты. Твою мать! Ну здравствуй. Здравствуй, сись поголовый. Дружище ты мой. Да, 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 да. Я помню, ты очень-очень страшный. Тихо, 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 тихо. Не надо, не так быстро. По-моему, мне его тут надо просто убить. Не его, а их всех точнее. И на этом все закончится. Следующий. Жаль, очень жаль, что в этой игре нельзя повысить уровень сложности. Это было бы круто. Но я не могу этого сделать. Но перепроходить абсолютно всю игру на более высоком уровне сложности, это было бы... Вообще, капец, сколько времени у меня заняло. Поэтому я этого не делал. Ба-ай, блин, вот что я сейчас делал? Тихо. Отжать. Нажать. Там еще один, что ли, идет? Тихо, 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 тихо. Не надо. Так, Магнум, давай. Пришло твое время. Ага, следующий. Вот так-то. Магнум, это просто оружие тотальной аннигиляции. Теперь со всеми этими перками просто страшнющая, жутчайшая хренота. Здравствуй, дорогая, я скучу. Встречайте, сестрица Рубика собственной персоной. Ну или, точнее, ее воплощение, ее ипостась, так сказать. Да-да. Не сожгу еще. Да-да. Погодите, женщина, погодите. Так, вспоминаем. Ага. Ну, вентилятор номер раз. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас она меня пыжнет. Сучка. Она меня сразу убьет. Ну, не надо меня ваншотить. Вот номером наголапая. Когда первый раз проходил, так, кстати, я ей вообще ни разу не попался. Ладно, это я сейчас просто расслабился. Сейчас исправимся. Сейчас все будет нормально. Я тебя уже сжигал. Да-да-да-да-да, ты ее уже сжигал. Сожжешь, костыль, сожжешь, не переживай. Так, она сюда идет. Во-первых, я хочу, я хочу, хочу, я... Тихо! Она там за мной бежит. Не надо за мной бежать. Мерзопакостная ты. На-на-ра-на-ра-на. Ага. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ага, она здесь. Хорошо. Так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот Ага Где-то один из этих болтов Куда-то сюда Где-то он вон вижу Тихо! Иди сюда! Сюда иди, мэмбра! Многорукая ты исчадия Подойди, пожалуйста! Другое дело Я не хочу бежать к тому вентилю, который А этот я уже покрутил Погоди, а вентилей вообще сколько? Ладно, иди сюда Да костыль, ну не сейчас же Да ладно, а ты что так быстро Отмерзла-то? Вот, другое дело У меня все равно Есть еще один болт в запасе Еще один валяется слева внизу Прямо подо мной, так что я все успею Давай-давай, костыль, пожалуйста А мне их вообще два или три-то надо? Зачем я ей впиндюрил этот электроболт? Тихо, тихо, вот так хорошо Один морозный болт Сюда иди, мэмра! Где она? Угу Подожди Дождите своей очереди Слишком я его, надо было ближе к себе оставить в коридор Ага, ага, ага Ну вот и все, ладно Не с первого Радзо, так со второго тоже сойдет Он может умереть Пришла Мира Наша дружайшая супруга, которая каким-то образом Обрела возможности Терминатора Ну вот реально Терминатор, можно даже ее назвать Мира Она должна быть в безопасности Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать Защитила Теодор мертв Пойдем домой Нет! Сила ядра моя Зря ты злешь эту бабу Ну вот я именно про это и говорил Мира вообще такая жесткая в этом образе Прямо ух Но у меня правда возникает Вопрос, а почему Мира раньше-то не могла так сделать? Почему? Давай уйдем отсюда вместе Ну и Глава 14 загрузочный Этот самый экран нам показали Глава 14 горящий алтарь Мира Мира Ну вот судя по всему и владение злого молочника Поехали Здесь вроде нихрена Так туда Сюда мне точно больше не надо Сюда не надо Лестница вроде как даже пропала Валяется там черныш Ну и пусть я валяется Пойдем Пойдем наружу О боже Камня на камне не осталось Что же ты хочешь сделать Мира Спрашивали в комментах Кстати сколько заняло перепрохождение Если бегать чисто по чекпоинтам сюжетным Не отвлекаться ни на какие побочки То это перепрохождение Оно у меня Около трех часов получилось Хорош там трясти то все Так 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 Черт Так так Мира Куда ты делась Когда разделась Здорово А он ведь живой еще Он Просто как застывший Какой суровый тот музей восковых фигур За эти ящики тоже говорили Я так понял про них там вроде как говорили Что где-то была бочка которую можно взорвать Сейчас поищем Так это я забираю Это я забираю Это я тоже забираю Ага А это что? Мира Уже все Давай мы с тобой заберем Лили И уйдем отсюда поскорей Мы снова будем семьей Прошу тебя Я знаю Ты меня слышишь Хватит Черт Да послушай Че написано Я не могу Я не могу Я должна защитить Лили Ты уже защитила Стефана ее не тронет И Теодор тоже Они мертвы Да Хорошо Внимание на этот момент С кем? С кем она разговаривает? Иди Себастьян Скорее Уходи Нет Я не оставлю тут Ни одну из вас По диалогу так было Такое ощущение Что она отвечает Костылю Но у меня реально Стойкое ощущение Что она говорила С кем-то еще Соглашалось С его словами Его словами Ее словами Она идет Это называется Ходьба Костыль Пойдем Пойдем Сейчас быстренько Вниз спустимся Так Так Сейчас Здесь сразу Все Смотрю Стоять Слишком рано Тут Тут Что у нас Патрончики Запал Который Мне в принципе Нахрен не нужен Ну хорошо, выбора у меня особо нет Так, к Танюхе пока не пойдем, к Танюхе пойдем чуть потом Особые запчасти, давай Тихо, погоди, убери Вот это что ли бочка, думаете рванет и ей поможет? Бляха, точно камень снесло Вот это номер Я же видел тогда эту бочку, я даже близко не подумал, что она может снести мне этот камень Тут бочки никогда толком ничего не разрушали А тут на тебе Ну ладно, работает значит работает Таааак Детали Детали, а нифига себе сразу Три сотни, сотни, четыре сотни, двести Здесь потому так много ресурсов сразу-то и надавали мне На этом уровне сложности они просто тоннами падают Патроны, хорошо Так, здесь пока оставим этот болт Ага, здесь все заряжено, прекрасно Мира! Мира! Вот эти вот господа, это обычные зомбари, или они тоже из воска? Тогда я до нее доберусь Не, по-моему, это обычные все же зомбари Ладно, пошла жара Те-те-те! А почему это у меня сейчас концентрация отменилась? Тихо! Не до тебя Выносливость, главное, была Че, нет, мужики, вам не хватает? Ладно, тогда, пожалуй, вот так и вот так Нормальный бегать-то, когда по пол головы всего лишь есть Нет, правда, из чего вы сделаны? Хрен их поймешь Так, аспири меня не надо Там еще двое вроде как сидят Там травка Еще какие-то припасы всякие Давай, это сюда, это сюда Так ты один, да? Ну-ка, иди-ка сюда И подходи, я хочу на нем протестить просто Как-то вообще пофигу Думал, может быть, будет какая-то анимация особенная, но нет Так, хорошо Надеюсь, она не ушла далеко Так, так, ой, можно я уберу этот огнемет? Потому что он, да, вот, вот, например, как-то так Но он очень странно смотрится, это здоровая бандура за плечами костыля Там под колесом правым передним что-то лежит Ну и пусть себе лежит Нам припасов реально уже хватит, поэтому я не буду особо за ними гоняться Просто не буду Пойдем вперед, дойдем до финала И отпустим костыля уже на пенсию Какая прикольная анимация Здорово, мужики Да ладно, промазал Ага, то есть вот так вот, да? Хорошо Это тебе, это тебе Ага, перезаряжаться-то Не модно Ладно, подходи по одному Или по два Комбо, град пуль Кстати, вон слева вверху светится Четыре-четыре подряд попадания Это вот то самое комбо, которое бустит мне урон Так Ты че здесь охраняешь-то? Выжил Ты смотри, какие мы крепкие Очередная пачка зомбарей Оформлена Так, здесь бутылка Да че? Блин, я думал он сейчас туда прыгнет Патрончики для дробояка Это тоже дело хорошее Че это? А, тоже для дробояка И это мне не надо А если я эту бочку рвану? Ну это скорее всего просто для зомбарей предназначалось Да, и особо ничего она здесь не сделает Ну нет, так нет Вон она Здравствуй, красавец Он разве из воска? Нет, ну серьезно Просто говорят, что вроде как он из воска Но по-моему нихрена не похоже, что он из воска Он вон сам огонь этот поджигает И ему что-то начихать Не то чтобы прямо Ой, трава-то горит Не то чтобы прямо совсем начихать Подойди сюда Я здесь Вот, молодец, да Да ну толку-то с этого Ой, не, ребята Это не самая дровая затея Я отсюда убегаю Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда Что такое? Он сдох, что ли? Тьфу ты Вообще грусть Я-то думал, сейчас побегаем Ну Из каких-то соображений Разработчики данного проекта Решили сделать невозможное повышение уровня сложности Так что, к сожалению, вот так А первый раз мы с ним довольно бодренько бегали Вот он тоже с этими мутата Со всеми этими авторскими правами Там Заблокированными видосами И прочей порнографией Так раздражает Вы себе не представляете Пришлось тогда 1 час и 40 минут Просто взять и удалить Потому что Ютуб начал там как-то вырезать Перерезать Всю эту хрень И запоганил мне аудио-дорожку Под видео рядом Куда ты идешь? Я не дам тебе навредить, Лили Навредить? Да я никогда Я люблю ее Твоя любовь ее не защитит Это могу Только я Я велела тебе уйти Очень, очень злую женщину Ух Хри Хри К А-а-а! Добро пожаловать в Чистилище! Правда, о том, что это место называется Чистилище, я узнал совершенно случайно, когда смотрел на название своих сохранений. Нельзя, говорит, отдавать Елиля! Ну нельзя, так пойдем забирать. Хотя, на самом деле, мир это, она все равно пытается по-прежнему защитить Елили, но просто она делает это... Наш дом? Делает это как умеет. Наверняка она там. Теперь нельзя останавливаться. В меру своих сил и возможностей. Второй раз это вижу, и второй раз меня прет с этого места. Глава 16 Чистилища! Вон было написано. Первый раз, видимо, когда проходил, я был так увлечен рассматриванием окрестностей, что даже не посмотрел. Так, сигнал. Сигнал, сигнал. Ближайший будет там. Они потеряли бдительность. Юнион функционирует гладко, и они уже не так пристально за ним следят. Сейчас или никогда. Мы освободим Лили до того, как они нас заметят. Когда она выберется, мы станем почти невидимы. Ты уверен, Теодор? При твоем высоком положении. Если тебя поймают... Я уже принял решение, Китман. Я больше не могу спокойно смотреть, как они используют бедную девочку в своих целях. Ублюдок! Он все продумал еще до того, как попал сюда. Худит такой мужик в непонятном месте, сам с собой разговаривает. Так, секунду. Продолжаем. Весь город здесь. Просто весь. Эсмеральдов Юнион ждет указаний. Пошли, Мира. Пора. Ты уверен, Мира? Если станешь ядром, ты... Я знаю. Но если я передумаю, они выследят Лили и вернут ее обратно. Я не могу этого допустить. Пообещай мне, что когда все кончится, ты передашь Лили Себастьяну. Обещаю, Мира. Что ж, пора прощаться. Мира планировала стать ядром? Зачем? Вот она. Скорее, Тородор, давай. Что ты делаешь? Ты что, правда думала, что я позволю тебе уничтожить Мебиус? Они, конечно, недальновидны, но представляют для меня большую ценность. Когда я буду контролировать их, когда Стэм окажется под моим контролем, тогда они раскроют свой потенциал. А теперь отдай ее мне. Только через мой труп. Ну, как тебе будет угодно. Так вот, когда все это случилось. Вот, когда все начало разваливаться. Просто через какое-то чистилище, через какое-то адище, шел-шел и пришел к себе в кабинет. Ну, поговори теперь с дьяволом, Уоллес. Вот и все, что хотел сказать Костыль. Погибшему этому Уоллесу. О, да, кстати, говорили же насчет этого. О, как. Можно сейчас со всеми, так сказать, поговорить. Ну, давайте. Мужик тот. Тот самый, который должен был утищ... Ой, блин, а я же в этом сохранении его по трубам не спустил. Ай-яй-яй. Ну и ладно. Ну и фиг с ним. Я не хотел его убивать. Но Теодор не оставил мне выбора. Ну, та самая вероятность с 25%. Такому не менее, он погиб, сражаясь. Если бы не он, излучатель стабильного поля не работал бы. Меня довольно-таки долго веселило. Быть истрием ножа – опасная работа. Вильям Бейкер. Это вообще тот, по-моему, который самый-самый первый помер. Который Анила, крокодила, спасал. Большой красный крест. Вот это искусство. У каждого свое искусство. Так, ну это мы все же читать не будем, потому что мы читали. А насчет Коты не переживаем. Он не сдох, он просто спит. А спири мне не надо. Танюха! Танюх, я иду! Вы не можете надолго расстаться со мной, да? Да. Погнали. Боюсь, это последний раз, когда я могу вам помочь. Я чувствую, что финал близок. Вы все время помогали мне. И тогда, и сейчас. Может быть, я была рядом с вами и раньше. А о чем это вы? Кто вы? Я та, кем всегда была. Я та, кем всегда буду. Меня вы ищите, когда вам нужно собраться с силами. И сейчас я нужна вам как никогда. А когда все закончится? Когда все закончится, я уже не буду нужна. Потому что все будет позади? Или потому что я умру? Полагаю, что в любом случае. Так что, давайте подготовим вас. Ну, угол, какие теории на тему Танюхи? Кто она на самом деле? Исходя из этой загадки. Вам не кажется, что пора бы уже заняться делом? Все, больше ты мне ничего не хочешь сказать, да? Как я могу привести ногти в порядок? Ясно, ясно. Пока, Танюх, спасибо за все. Все, ребята. Пообщались здесь со всеми, с кем надо было пообщаться. Я не буду ничего, хотя нет. Чисто на всякий случай, потому что мало ли вдруг чего. Ага, ага. Улучшать уже точно ничего не буду. Оставлю эту красную банку здесь. Зеленую тоже, КТ, если что, съешь. Сколько игра я играю, за вискосом для КТ так ни разу и не сбегал. Чем он питается, непонятно. Возможно, обещаниями. Костыль раздваивается. Беги, Лили, прячься. Я найду тебя. Обещаю. Что же ты творишь, Мира? Я защищаю свою дочь. Дура. Сила, которой она управляет, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, на что я способна, чтобы ее спасти. А-а-а! А-а! Что в тебя, Мира? Ты от меня не сбежишь. Я тебя найду. Ты справилась, Мира. Она первая. Ты ее спасла. Тебя найдем. Но теперь ты для нее опасна. Мира, Мира. Субтитры сделал DimaTorzok Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь Это наш новый дом Лили будет здесь счастлива, свободна От всех страхов, от всякой боли Нет, Мира Так не бывает Боль это часть жизни Как и любовь Оставшись здесь Она не получит жизни без страха Потому что это вообще не жизнь Ты не понимаешь То, что они с ней сделали Я могу ее защитить Нет Пожалуйста, дай мне ее вытащить Идем вместе Мы будем семьей Нет Я никому не позволю ее у меня забрать Нет Прошу тебя, Мира Еще есть время Мы можем уйти Я не оставлю дочь здесь Прошу Любой, кто попытается Умрет! Не вынуждай меня делать это! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Нет, ну серьезно, ну зачем? Я второй раз, опять же, смотрю на это, мне второй раз ее жалко. Мне ее просто жалко. Я второй раз, опять же, смотрю на это. От меня не слышишь. Ты еще никогда не поможешь. Как скажешь, дорогая. Спокойно, дорогая. Да хорошо. Ой. Понатращивала тут своих этих. А у меня выносливость, кстати, кончилась. Погодите, погодите, мужики, ну я же устал. Все, все нормально. Живем. Я должна защищать меня. Ай-яй-яй. А-яй-яй. 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 Продолжение следует... 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 Надо скорее к дому. Почти дошёл. Только дождись меня, Лили. Мы восстановили контакт, цер. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп! Ядро обнаружено. Маркер идёт к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно повреждён. Даже если ядро вернётся на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть стэм. Начнём сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит её к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить маркер. Он своё дело сделал. Да, сэр. Чёрт. Кит, свяжайся с ним и проинструктируй. Ну, момент настал, Кит. Кит, ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Ещё как можем и убьём. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошёл в стэм. Так что, выполни приказ, не подписывай приговор себе. Нет. Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал. Кит. 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 помните тот рисунок рисунок бабочки в комнате лили я не знаю что со мной не так но мне реально кажется готов готов мне реально кажется эта бабочка почему-то напоминает слово рип вот хоть ты тресни сдохни ты уже ну все сдох хорошо все сотрудники охраны зал управления надо скорее пока еще не не дайте ей уйти ну так-то молодца стрелять умеет ее комната наверху лили девочка моя это я лили я пришел это правда ты это правда я я заберу тебя домой а мы разве не дома нет детка но скоро будем я так устала засыпай когда проснешься все будет хорошо м м м м она у меня пошли уходим отсюда Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не остан... Нет. Надо остановить, Мёбиус. Да к чёрту, Мёбиус! Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти, все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лилитам живая вообще. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумана. Прости меня. Мира. Просто обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама её любила. Мира. Мне столько нужно сказать тебе. Не надо ничего говорить. Я ведь всё это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что я сделала? Ты не заслужил этого. Ты дважды прошёл через ад. А теперь тебе пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю. Вас обоих. Потому я это и делаю. Времени больше нет. Уходите. Скорее. Скорее. Ну, давайте, подонки. Вон она! Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Чёрт. Мы её прижали! Убить её! Они не отступят. Ну, давай! Ну, вылезай! Мужик! 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 Молодец. Надо попасть в зал Стэн. Спуститься вниз по лесу. Меня тогда бомбило. И сейчас бомбишь, что она винтовку не хочет взять. Хотя она, наверное, просто-напросто привыкла к своему пистолету. И он ей танк заменяет. Уже почти. Всем сотрудникам охраны собраться в зале Стэн. Мира, надеюсь, сработает. Аплодис. Что ты делаешь, гид? Ты же этим просто обрекаешь себя на смерть. Сама ведь знаешь. Ты подавала такие надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? После всего, что видела, что сделала? Что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Нет. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, гид. Стэм нужна всем, представь! Единое сознание для всего человечества. Больше никаких войн, никакого неравенства. Никакой боли. Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. Себастьян! Кидман! Она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно. Но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Да. Времени мало. Я на тебя надеюсь. Реально, у нас с вами тут получается... Мы почти на месте. А больше кинчик, чем игра. Боже мой! Боже мой! Скоро мы будем дома. Совсем скоро. Еще не поздно остановиться, Кит. Напомнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе, наказание за твое предательство войдет в историю. О да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Что вызываешь восхищение? Очень обидно вот так потерять тебя, Кит. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип три дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь! Так или иначе. Давай же, Себастьян. Времени почти не осталось. Входящие сообщения. Нет, Лили! Папа! Лили. Себастья. Я вас люблю. Теперь все будет хорошо. Готовность к финальной ФА. Система подключена к работникам Мебиуса. Завершающий этап близко. Я знала. Готовность к финальной ФА. Готовность к финальной ФА. Готовность к финальной ФА. ходил с этим чипом в башке такой нетопырь вообще просто капец нашел бы способ обезопасить себя или хоть что-то там сделать я не знаю но нет мудилой жил мудила и умер ничего принципе необычного а не волнуйся себастьян все хорошо или где лили помоги мне ее вытащить стань вон там быстрее главное прикольно у него там бирка висит это лилика стола нас такое ощущение что здесь бегала целая армия маленьких девочек их всех и было не запомнить пришлось им бейджики раздавать папа это правда ты дали это правда я не проснулся такой страшный сон я знаю но ты проснулась кошмар кончился больше тебе нечего бояться это ведь правда мы действительно выбрались мне не показалось все правда закончилась благодаря мире пошли пора отсюда убираться чё вылупилась домой пошли кстати помните ту палку излучатель с которой хоффман бегала подозрительно на стэм похоже практически один в один только без шнуров и вот он собственно говоря финал до игра действительно оставляет очень-очень-очень-очень-очень много вопросов и вот у меня тоже на первом месте наверное стоит такой вопрос а на кой хрен вообще этот стэм был нужен да там объединение сознания и контроль всех этих объединенных сознаний допустим этот хрен который мудак допустим он выжил да но у него там чип голове не сорвался он выжил начал там развивать этот стэм собрал всех людей планеты и подключил к этому стэму и чё дальше они же физически все равно рано или поздно ласты склеят на промышленности там нигде никто работать не будет там на пищепроизводстве нигде все коммунальные там все это придет в упадок если вся земля как будто вымрет останется без людей придет запустение и просто скоро опять будут бегать звери и все нафиг попередохнут на кой хрен на кой хрен им это могущество такое нужно то вообще я не понимаю ни хрена понапридумали себе этого стэма ну точнее стэм там придумал рубик еще изначально там со всеми своими исследованиями и так далее но к чему вела вся вот эта вот компания нашего мудилы и все его корпорации хрен его поймешь короче говоря дождем сейчас уже сцены после титров именно кстати из-за той сцены после титров мне пришлось перепроходить абсолютно всю игру и самый то прикол в том что у меня когда серия сначала была опубликована мне не прилетела там никакой ни жалобы ничего и уже после того как я удалил исходники сами исходники прохождения финала тогда вот спустя там буквально полтора или два часа мне прилетела заявка и это сам во первых заявка а во вторых когда видос обработался там наложилась эта аудио дорожка я не захотел оставлять эту аудио дорожку криво посаженную под видео рядом но и оставить игру без финала я тоже не мог поэтому уже пришлось перепройти если вернуться к теме монстров в этой игре то тоже все очень как-то странно получается в первой части в первой части практически все твари имели какую-либо предысторию вот обязательно либо предысторию либо описание того почему эта тварь получила именно такое воплощение в этой игре будь то там те эти самые хромоноги или не хромоноги а которые были там огромные балки у себя на спине таскали здоровые такие твари обычные там зомбари потом сестра Рувика почему она имела именно такой вид тоже было нетрудно догадаться сам Рувик насчет только подводных монстров в первой части я вообще ни хрена не понял кто они такие и зачем и что они пытались показать или представить собой но насчет всех остальных было понятно а вот во второй части такое ощущение что все твари они как бы генерировались тем миром в котором находились тот же смешарик который собирался из кучи трупов огнеметчики которых там ну огнеметчиков там уже этот отец наш черныш который он там уже начал их наставлять так сказать на путь истины и собирать себе секту долбанушек с погремушками там понятно откуда вы вылезли все огнеметчики но те твари у которых то ли непонятно где жопа а где голова вот это вот что такое вообще откуда они взялись зачем они взялись хрен поймешь хотя были же и в первой части тоже похожие ну да ладно иногда в играх что-то делается или не делается просто потому что так надо и все и другого объяснения там просто не найдешь касаемо дополнений за Кидман возможно я их тоже пройду но не в ближайшее время это точно все равно сейчас первая и вторая часть уже пройдена и дополнение за сифа головы тоже пройдено возможно пройду хрен его знает говорят что реально прямо стоящие там и новые монстры и новая всякая это яга почему бы и нет но точно говорю что это не в ближайшем будущем я это на заметку себе возьму ну и вот она сцена после титров ща будет музыки здесь скорее всего никакой не услышите либо я поставлю что-нибудь другое а не то что здесь звучит в оригинале потому что они все равно ничего не говорят они просто рожи корчат а на заднем плане играет музыка ну вот Лили еще весело пока Кид писали в комментах что жалко типа что Кидман не поехала с костылем а с Лили типа там у Шуры Муры семейку клевое тащило у Кида вот про этот шрам я так и не понял откуда он но если пройдем этот самый пройдем дополнение возможно поймем а че это а жаль что Кидман не поехала то с костылем с Лили да ка че вы это собственно костыль без пяти минут как с женой то попрощался ему там сразу с Кидман и телят стащить нет че то не то будет а мужик он или где в конце то концов пускай у нас время вон еще пройдет к третьей части игры тогда еще может быть че то да если конечно она будет я уже не знаю че можно придумать для того чтобы запустить третью часть игры кому это стем может понадобиться хотя если моя догадка насчет того что мира с кем то там общалась была верна то тогда вполне понятно кому этот стем еще может понадобиться и вот они самые последние кадры игры инициализируется стем сериасом что то было написано сканирование сканирование идет ну и собственно говоря командная строка активна общее время прохождения 5 часов 17 минут это включая вот эти вот последние почти 2 часа хотя здесь опять очень дофига всего понавырезаю титры эти вообще идут целых километров просто этих титров был еще 20 тысяч геля с главы 3 классический костюм классический костюм еще один костюмчик окей ну ладно все прошли выхожу я отсюда спокойно выхожу в главное меню все ребята со второй частью злого визина окончательно и бесповоротно мы с вами разобрались так что я пошел спокойненько монтировать финал чтобы завтра его выложить будем искать какую-нибудь другую теперь харарюшку какие у вас мысли есть на тему финала игры пожалуйста все высказывайте в коментах всем спасибо за просмотр до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok